Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Антон Лифанов. Наш сегодняшний спутник в путешествии по пермским дворам и улицам комфортабельный седан Лифан Солана. Любезно предоставленный компанией Демидыч на улице Ким, 75. И традиционно начнем с телезрительских кадров дня. Олег Карипанов прислал призанятную фотографию сосулек. Нет, оно, конечно, видали мы сосульки, но чтобы вот столько и сразу, вправо же впечатляет. Те, кто водил ребятишек в садик, прекрасно знают, в раздевалке каждой группы есть стендик с картинками, как здесь, с полипушками ребятишек. И 368-й детский сад на Гаеве не исключение. Но здесь есть то, чего в других детских садах не найдешь. Выставка картин из пластилина. И вы посмотрите, какая прелесть. Эти объемные работы выполнила воспитатель 368-го детского сада Елена Михайловна Шилова. Это для души. Мне понравилась эта техника, я попытала свои силы. И получилось, мне кажется. Так что я довольна, коллеги оценили. Спасибо им большое. Ребяткам нравится? Очень нравится. И старшие особенно ребятки приходят и смотрят, и говорят, мы тоже научиться хотим. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Сюда, во двор 13-го дома по улице Целиной, дежурный по городу, нынешней зимой ездил как на работу. Речь шла про помойку. Вернее, когда-то здесь была контейнерная площадка, потом мусор перестали вывозить. Образовался здоровенный мусорный полигон. И мы добросовестно с ним боролись вместе с жителями окрестных домов. Наконец-то у чуда вывезли весь мусор под метелочку. И, казалось бы, ходи и радуйся. А нет, вот уже лежат два свежепринесенных пакетика. Оно, конечно, еще академик Павлов открыл условные рефлексы. Но вот в данном случае неправильный это рефлекс. Не надо сюда мусор таскать. Не следует думать, что в центре дороги хорошие, но крайне плохие. Вот, пожалуйста, центр. В центре не бывает. Луночарского угол Крисаново. Здоровенная яма и просаживающийся колодец. Дурных нет в яму лезть, поэтому водители ее пытаются объехать. Поток плотный. И они мешают друг другу на одной и той же полосе. Пикантность ситуации придает два обстоятельства. Первое. Луночарского 100. Здание, стоящее на этом перекрестке. Это Министерство транспорта, управление автодорог и прочие автодорожные организации. И обстоятельство второе. Улицу Луночарского совсем-совсем недавно ремонтировали. Свеженькая она, Луночарского. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого содержательного и интересного сообщения получит вот эту вот корзину свежайших вкусняшек от мясоперерабатывающей компании «Таврия», город Челябинск. А посему не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы 2630-300 и сайт телекомпании «Рефей» в интернете www.refei.ru Пишите и звоните. Завтра моя коллега Анна Водоватова перелеснет странички календаря. Ну а сегодня Игорь Гиндис и Антон Лифанов заканчивают свою работу. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока.